Друзья, доброе утро! С вами Катя. 7 часов 10 минут. Я вас как всегда приветствую. Пока еще из Кенчану Терми. Для тех, кто первый раз попал, попали на мои первые, вторые, третьи каналы. Я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана. Я являюсь журналистом. Видите, нас уже разукрасили. Ну и под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все мои три канала на данной платформе. И там же будет ссылка на мой Телеграм. Как вы поняли, нас с утра уже подразукрасили. Ну да ладно. Я сегодня беру группу из Беларуси. Они ночуют у нас в Кенчану Терми. И мы едем сначала в Пьенцу, а потом мы едем в Сиену. Вот наш Дон Карло замечательный идет наш настоятель. Ну что ж, поскольку люди имеются, значит, интернет мне не соврал. И автобус у нас есть. Но сегодня мы едем не в Кьюзи, а нам буквально пять минут доехать, добраться до площади Италии, то есть до нового центра. И там гостиница у моих белорусских туристов. Ну, в общем, наконец-то мы делаем с ними не только Рим, но мы делаем и... мы делаем в том числе и Вальдорча. В общем, составляли план. Думали, что у нас продастся в том числе и Трусский музей, но что-то не очень много набралось людей. Все-таки люди предпочли больше посмотреть на природу. Ну, исходя из запроса, соответственно, и будем осматривать природу. Поэтому едем в Пенцу, будем осматривать Вальдорча и потом поедем в Сиену. Все-таки разлакомила я Сиену. Будем осматривать пол Сиенского собора. Но у меня каз произошел, я свою антенну забыла дома с флажком, с фигурным коньком. Поскольку работаю в основном с индивидуалами, групп очень мало, но такая оплошность у меня произошла. Друзья, ну вот мы на площади Италии. Буквально в нескольких метрах отсюда находится отель. Извините, не снимаю очки, потому что солнце прямо с этой стороны. И сейчас пойдем забирать туристов. И, как я сказала, приступаем к экскурсии. И я поделюсь с вами теми событиями, которые произошли вчера в Риме в метро. Ну вот, по всей вероятности, это наш автобус белорусский. И вот в этом отеле проживают мои туристы, проживает моя группа. Группа. Видите, отель очень симпатичный, отремонтированный. А вот рядом отель Моджестик, видите, он заброшен. И у нас очень многие отели вот попали в такую ситуацию здесь. Друзья, и это заслуга, в кавычках, педи. Вот этой вот партии, левой, которая сейчас со страшной силой рвутся к власти. Я, конечно, просматриваю их предвыборную кампанию, но я прихожу в ужас от того, что они говорят. То есть, абсолютная, тотальная некомпетентность. У нас еще полчаса до начала выезда, до выезда из Кенчана Терми в сторону Пьенцы. И, значит, я хотела бы раскрыть несколько тем. Но первая тема. Я вчера, конечно, вечером посмотрела вот эту программу ПИДИ, или как я их называю, ПИДИ, раз демократический. Значит, то, что они предлагают по туризму. Товарищи, ну, я вам хочу сказать, я во многих вещах ничего не понимаю, я в экономике ничего не понимаю. Политику, только, может быть, там как-то я домысливаю и прочее. Но я в туризме-то разбираюсь, это моя профессия, что я в туризме даже не 25 лет, а больше, потому что я в Москве, когда проживала, я работала в туристической фирме. По этой причине, могу сказать, что скоро тридцатник, скоро тридцатник, как я в туризме. И вот когда они планы предлагают ПИДИ по решению проблем туристических, ну, конечно, зайти бы мне туда, да сказать, что я думаю по этому поводу, ну, ну, не буду себе портить настроение. Потому что только лишних рогов, как говорится, наживу, но ничего не добьюсь. Потому что, в общем-то, людям не очень умным, им свойственно думать, что они знают все и разбираются во всем. А, значит, в их группе, в группе ПИДИ, у них, значит, та, которая будет заниматься туризмом, если они победят, там одна какая-то дамочка из Румынии. Смотрите, я хочу сказать такую вещь. Я ко всем профессиям отношусь очень и очень уважительно. Не у всех в жизни сложилось так, как хотелось, поэтому любая профессия, она заслуживает уважения. Но в любом случае, значит, вот эта вот Румынка, она, она работает уборщицей. И вот уборщица, вот эта вот, она будет решать вопросы туризма. Еще раз хочу сказать, я не хочу никого дискредитировать, но в любом случае, та же самая уборщица, когда ей надо, допустим, пойти к донтисту или к гинекологу, она же не идет к гидравлику, только для того, чтобы этого гидравлика не обидеть, что он не гинеколог или то, что он не донтист. Она же все равно пойдет к врачу и более того, еще под накопит денег, чтобы этот врач был хорошим, желательно профессора. Почему наши профессии ни во что не ставятся, а они нашу профессию ни во что не ставят? В общем-то, можно все, что угодно людям рассказывать по принципу, как фишка ляжет и не нести за это никакой ответственности. Но, в общем, если они у нас победят, это будет триндец. Значит, теперь я хочу вам рассказать время еще есть, что у нас произошло вчера, когда я ехала в метро. Значит, сажусь я в метро от Довиана в Сан-Петро и еду в сторону Термине. Значит, и вот мы в ряд сидим, там несколько женщин, я с краю и еще четыре женщины рядом со мной, одни женщины. Достаточно много было людей и входит, входит три, ну, не подростка, юнца, загорелых, очень сильно, загорелых, ну, вот по типу, какой-то тот, который идет сейчас за мои спины, супер загорелые. И, значит, они встают перед нами и в телефоне начинают просматривать порнографию. Вот у них такое новое развлечение сейчас появилось, видимо. Значит, на всю мощь, то есть на всю громкость они включают порнографию и, в общем-то, всем своим видом, всеми своими звуками показывают, как это им жутко нравится. Ну, и потом, значит, вот эти вот места свои, там, передние начинают там чего-то вот-вот это мацать и, значит, смотрят на женщин, вот, которые сидят перед ними и говорят моцарелла, моцарелла, моцарелла. Моцарелла – такой сыр белый. То есть они, оказывается, итальянцев называют моцарелла. Вот. И те, какая больше? Те, какая больше? Прямо в открытую. И, значит, начинают там перед нами двигаться, выбирать моцареллу. Женщины в шоке. Ну, вот это вот такая, знаете, политика, сидят, молчат, голову опустят. Но они же знают, что никто не возмущается. И я говорю, только подвинься в мою сторону и говорю, не надо. Прямо так. Я сейчас карабинера вызову. И меня поддержали. Что тут началось? За такое слово это я тебе сейчас вызову. Моцарелла, моцарелла. Но благо, что мы уже подъехали к вокзалу Термине. Мы вышли, они от нас не отстают, за нами идут. Какое имеешь право нам так говорить? Мы здесь у себя дома, что хотим, то и делаем. Но в итоге все-таки, все-таки мужики защитили. Думали, уже надежды никакой нет. То есть, когда мы по эскалатору поднялись, там уже стояло подразделение карабинеров. Ждали. Что случилось с сеньора? Вот такая вещь произошла. Значит, их задержали. Говорю, мы с ним стоять не хотим. Значит, мы идем, мы идем дальше. Говорю, там мы уже все знаем. Их задержали. Вот я вам хочу сказать. Смотрите, я приехала из бывшего Советского Союза. У нас больше станциональности. Я никогда не была. Но я здесь стала. Я здесь стала. И виновата вот в этом вся вот эта политика. И если вот эти пиди градические придут к власти, я считаю, что здесь этого будет еще больше. Ну что ж, я пошла забирать группу. Смотрите, какой микрофон у нас. Поехали. На которой, видите, 17-го, 17-го века. Некоторые детали для вас повторю, друзья мои дорогие. А все остальное это будет для вас новость. Вот вид на Вальдорча. Вальдорча. Долины реки Орча. Вы на фреске обратили внимание? Подошли поближе? Сиенская живопись. Посмотрите, пожалуйста. Да. Да, чекпоинты подорожали. 160 евро в Сиене. Ну, он был 120, сколько я лет назад. Сейчас 160. Моя группа подходит. Вот, друзья, мы в Сиенском соборе. Сейчас находимся. Я уже закончила экскурсию. Вы что-то спросили? Один свеча просто, когда человек не болел. О здравии можно свечки поставить вот там, с левой стороны. Поэтому можете пройти вот туда за здравием. Друзья, имена, нет, там записки, имена вы держите в памяти. Вот там, вот с левой стороны, посмотрите. Вот. Все, я распустила мою группу. Хотят у меня, видите, здесь и свечку поставить. Крам очень понравился. Пол Сиенского собора. Но нам немножко не повезло, потому что некоторые фрагменты были сегодня закрыты. Но, вот кто смотрел мои ролики, с левой стороны, вот там в глубине избиение младенца открыто. Все, так что мы заканчиваем. О, стоит Лена, моя сопровождающая из Минска, из Беларуси. Все, мы закончили. Закончили Сиену мы. Отличный тур вот этот вот у нас. Друзья, ну, как всегда, вовремя все. Поезд наш, который идет в Сиена, Кинчана, Термия. Ну, и я уже традиционно захожу в магазин в Сиене. Я хочу вам напомнить, что магазин украинский. я когда захожу, говорю, здравствуйте, я у вас гречку уже покупала, говорю по-русски, они мне отмечают на МОВИ, не просят, чтобы я что-то там оставила на ВСУ. Это исключено, даже сам ко мне по лицу видно, что с таким обращаться нельзя. Ну, короче, та гречка, которую я у них раньше покупала, ее не было. Вот другая. купила я еще шпроты в этот раз. Я с ними разговариваю по-русски, мне отвечают на МОВИ. Все вежливо, все нормально. Вот поэтому я их услугами пользуюсь. Вот еще шпроты я купила. Теперь смотрите, капуста Абалджи очень вкусная. Я у них в прошлый раз на пробу взяла одну баночку, мне понравилось, взяла две. Квашеная и еще сметана. Тоже у них в прошлый раз был домик в деревне, сейчас у них только вот такая. Пельменей я покупать не стала, потому что пельменей у меня в прошлый раз они мне ужасно не понравились. Вот, поэтому приеду домой. Завтра я выходная и буду я сегодня трескать квашеную капусту. все, друзья, отработала, еду домой, надеюсь что завтра у меня будет заслуженный выходной. Люблю вас, спасибо большое что смотрите, увидимся завтра. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok